На край земли за эмоциями в Новом Уренгое прокачали представителей туриндустрии. Образовательный семинар рассчитан на тех, кто уже работает с туристами или только собирается стать частью этой индустрии. За новыми знаниями и свежими идеями в газовую столицу приехали из Надымского, Тазовского и Пуровского районов. Участники активно включились в диалог. В роли спикеров выступили тренеры, имеющие практический опыт в бизнес-проектировании и сфере туризма. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Наталья Худяева. Судьба Уолта Диснея – лучшее подтверждение того, что если есть мечта, обязательно появится возможность. Опытные туроператоры и новички индустрии прокачивают профессиональные и личностные компетенции. А помогают им в этом эксперты. Полученный багаж знаний по созданию и продвижению туристических проектов поможет им выйти на новый уровень. Здесь у вас, по-честному, поле непаханное. То есть много чего, то, что есть уже везде, у вас этого нет. И многие объясняют это, ваши местные объясняют тем, что у нас природа такая, у нас дороги такие, у нас трудный регион. Но как-то быстро мы находим идеи, как эти трудности преодолеваются. Есть потенциал, люди озвучивают свои идеи. Я эти идеи вижу. Идеи не просто здравые, да, эти идеи легко реализуемые. Есть у людей ресурсы, которые можно использовать для реализации этих идей. И самое главное, что здесь есть другие люди, их коллеги, с которыми могут быть партнерами, да, не конкурировать, а именно помогать друг другу. О том, что Арктика сегодня в тренде, говорит и Владимир Анацкий, директор и основатель туристической компании «Мурмания». Создать уникальный региональный тур с нуля. Это про него и к нему. Несколько лет назад он сменил скучную работу на экскурсионный бизнес и не прогадал. У каждого региона есть своя изюминка. Аутентичность – это то, с чем необходимо работать. В первую очередь, современные туристы готовы платить за натуральность. У меня большое удивление, что здесь не всегда, не всем понятны и очевидны какие-то такие интересные преимущества местного колорита перед, например, Мурманском. У нас есть там свои, то есть северные какие-то приколы интересные. У вас есть, например, аутентично сохраненные народы коренные, малочисленные, вот эти северные, которые живут аутентичным образом жизни. А это одно из самых интересных направлений в мире, в туризме сейчас. Когда людям не театрализованное шоу показывают, а действительно куда-то внедряют людей, внедряют в семьи, показывают, как живет народ. А потом отдельная тема – вечная мерзлота. Вот к нам в Мурманск постоянно приезжают и говорят, а у вас тут, наверное, вечная мерзлота. А у нас ее нету. У нас там из-за того, что Галлистрим, тепло течение, у нас там нет мерзлоты. Но людям она интересна, раз у нас постоянно спрашивают. То, что спрос рождает предложение, понимает и Людмила Канева. Поэтому она здесь, женщина, развивает этно-туризм, мастер-классы по изготовлению национальных оберегов, экскурсии на стойбище, аренда чумов и знакомство с бытом тундровиков. Всю жизнь она прожила в притоках Большой Ходырки, была чумработницей. Говорит, любому теплому побережью предпочтет холодную, но такую любимую тундру. Переехав в Таркасале, решила не забывать о корнях, а строить на них бизнес. Мы в этом бизнесе как бы новички, и все равно хочется узнать какие-то нюансы, узнать каких-то партнеров, пообщаться с людьми, которые вот таким же туризмом занимаются, а как лучше делать. Вот, например, больной вопрос у нас все время, где денег достать, чтобы реализовать свои идеи. Тут можно узнать, что есть какие-то гранты. Гранты, их же получить надо, это же надо уметь грамотно написать, что может быть где-то подскажут, как написать. Ежегодно окружной департамент молодежной политики и туризма проводит конкурс проектов в области внутреннего и въездного туризма. За 8 лет было подано более 200 проектов. Финансовую поддержку получили 36. После этого семинара их будет гораздо больше. Наталья Худяева, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Субтитры создавал DimaTorzok